друзья привет всем вот очередная копалочка готова поедет в курагинский район нашему заказчику он уже у нас приобретал ковш снял хорошее видео человек слова в общем сделали мы ему в таком цвете какой у него трактор трактор у него из сети сиал 21 или 23 не помню в общем видео он прислал обалденное надеюсь что он и пришлет видео потому что сколько мы их не делаем ни одного видео по их работе нет но я думаю так если бы людям не нравилось или что-то там сломалось люди бы прислали видео однозначно то касается этой копалки это не просто копалка это комбайн хоть он и с ручной выгрузкой но это уже комбайн и сравнивать с простой копалка его но не стоит кому не нравится цена кто-то пишет можно взять две берите две хоть три как бы но я считаю что лучше взять одну качественную хорошую вещь чем там три некачественных в общем поставили противоток нож здесь стоит усиленный поскольку почва каменистая камни большие нож сменный потому что он страдает больше всего будет мясо все равно тупиться и так далее и тому подобное его можно будет легко заменить то есть откручиваем болты меняем также можно заказать дополнительно хоть с десятки хоть с двенашки нож здесь он из восьмерки обычно мы ставим пятерку в общем рядность у нас меняется путем откручивания болтов и из движения этой верхней плиты влево либо вправо крутится очень хорошо крутится покажу вот рукой кручу трактору усилий вообще никаких не на будет предлагать только тянуть ее протягивать противоток мы ставим из коврика простого сейчас он хорошо очищает картофель в общем даже очень грязную плохую погоду когда или вас у глина глина идет есть кстати видео как ребята копать просто туда ложим мешок с песком чтобы он рельеф обыгрывал чтобы был мягкий пригружаем противоток глина пошла ее придавливает и она просыпается сквозь сквозь сам этот транспортер в общем копалка выглядит отлично копать ей надо в общем на тихой скорости почему мы их и делаем для японцев потому что у японцев есть скорость хода там ну чуть ли не 100 метров в час вообще я отсылаю стараюсь отсылать видео тому кто у нас приобрел копалку как надо копать как копают японцы то есть это тихий самый малый ход можно сказать там я не знаю километр в час и в общем первая скорость в лоб картофель кувыркается долго земля просыпается картофель идет в бункер чистый ну за исключением мусора камней и палок и так далее в общем вещь отличная кто-то мне писал про ремни ремни ребята это дешевая вещь ставится она на дешевые копалки ремень может даже хоть натянутый ремень если вас попадает камень между транспортером и ножом ремень может буксовать встать транспортера трактор будет тянуть копалку и здесь у вас образуется просто гора земли или глины и так далее сцепью такого не произойдет она защищена кожухом здесь туда сильно руки не засунешь смазать ее надо конечно если будет земля попадать ничего страшного на мотоцикл тоже земля попадает на звезды на цепи и так далее просто надо следить за этим и она будет работать но чуть ли не вечно нагрузки повторяю здесь никакой транспортер наш отечественный транспортер работает тоже чуть ли не вечно вот этот именно транспортер он не резиновый он не китайский не там польский не какой-то наш отечественный транспортер с шарика подшипником так назовем вот они крутятся в общем работает он отлично нож сказал что усиленный снизу носишь нож еще как бы про варен усилен специальным уголком и креплением здесь вот именно от сгиба жало самой самого ножа потому стенки копалки из пятерки я ни одной копалки не видел из пятерки даже японск то есть там тройка максимум есть даже двойка и так далее ну сама верхняя плита она идет у нас из десятки здесь тоже десятка редуктор маслом наполненный в общем редуктор новый в общем коврик противотока в случае выхода из строя можно приобрести в любом строительном магазине это коврик для очистки ног развернут просто все это знаете также хомуты это стоит недорого в принципе сама идея такая что чтобы эта копалка была очень ремонтопригодная и в ремонте она не нуждалась во первых во вторых чтобы она была доступна по ремонту хоть она и стоит дорого кто-то говорит но зато знаете что у нас всегда так мы делаем она стоит дорого но потом чинить ее если вдруг что-то произошло одно удовольствие то есть вы не тратите как допустим вы взяли какую-нибудь польскую что-то там сломалось и потом вы с польши втридорога заказывать какую-то деталь который просто нет у нас и она уже будет стоить вам ну уже встанет в копеечку кто пользуется все это знают что косилками что копалками все это потом дорого у нас и косилки мы делали то есть она стоит дорого но когда вы начинаете ремонтировать все запчасти подходят абсолютно от наших детей ну чуть ли не под забором можно найти поэтому то есть это очень удобно что касается стоимости над копалки говорят что дорого просто мы бы рады делать их дешево но сейчас в общем с военными действиями все подорожало у нас же продают люди все дорого вот для нас выходит дорого металл там пишут чуть ли не золотой если можете сделайте нам дешевле мы будем у вас покупать и просто перепродавать зачем нам заморачиваться на изготовление так далее если можете сделать дешевле делайте мы не можем потому что мы живем в центре страны у нас здесь что с москвы дорого сюда привести что с ладивостока сюда дорого привести в общем цены у нас здесь ну такие очень большие и поэтому конечно я как бы не рад этому потому что я бы хотел для наших мужиков сделать чтобы это все-таки было дешевле больше заказов было бы но и доступней ну на самом деле как бы если взять новую какую-нибудь импортную аналогичную копалку аналогичный комбайн он будет стоить там в разы больше это я вам точно говорю поэтому это не у нас цены большие то просто у нас недостаток денег как бы вот в карманах вот и все что касается вот именно этого комбайна можно еще предусмотреть конечно это за отдельную плата можно переделать кузов чтобы он был самосвальный гидроцилиндром или как-то дальше подумать сделать это можно легко принципе поэтому у кого есть идеи пишите звоните но опять же скажу это будет ну удорожание однозначно потому что цилиндр уже туда пойдет какие-то кронштейны шарнир и так далее но все это сделать можно бункер также отцепляется можете просто открыть задвижку сзади и можете просто сыпать на землю но тогда как бы у вас будет уже потеря урожая с любой копалкой ее сравнивать нельзя потому что весь урожай который вы собрали проехали потихоньку камни палки и картофель там ну что вы копает все у вас в бункере остается вы подвезли куда надо выгрузили поехали дальше никаких потерь то есть один раз прошли все там чисто с копалкой такого не бывает палка идет засыпает картофель даже вы уже прошли руками собрали первых это надо стоять согнувшись и работать вечеру спина трещит и так далее во вторых но это неудобно что вы прошли вроде все собрали копалка пошел на второй раз вот он картофель который засыпал он то есть лежит в земле и надо проходить опять это потеря топлива потеря времени здесь такого нет вещи-то окупаемые на самом деле кто-то мне говорит что там пишет что вот когда она купится сколько но фрезы же тоже стоят дорого на самом деле фрезы набрали люди все пашу очередь стоит а вот предложение по копалке покупки картофеля нет потому что картофель копать это самая такая сложная работа в плане именно вот сбор урожая особенно когда идет снег уже или слякоть дождь холод рыться в огороде но никому не хочется поэтому я бы если бы занимался бы какой-то вот показывал услуги именно по пахоте и так далее я бы по осени занимался именно вот таким комбайном колымил бы это очень классная вещь у нас по осени стоят все опять срезами кто-то им там должен ну кто-то хотя я думаю ну кто то есть наверно кто приходит там под пары пахать там допустим на зиму чтобы земля отдыхала но это редкий случай тем более денег нету людей вот что они там зарабатывая не знаю с таким комбайном ну можно колымить и он отобьется причем предложение повторяю что я вот у нас не видел что стояли здесь выкопаем картофель нет такого предложения поэтому вещь колым на работать и я думаю одно удовольствие потому что видео люди не прислали но видео нет значит все у них хорошо потому что если бы что-то было плохо люди бы видео прислали сразу поэтому звоните заказывайте я думаю всем могу объяснить как ей работать как надо работать мы сделали на т25 такую копалку но от него я жду видео немного может с негативом потому что скорость движения т25 и скорость вращения вон там все-таки другое не такое как у нас допустим на на японских тракторах и включили первую скорость вон не включили там вторую пониженную самую или первую и двигайтесь еле-еле и у вас урожай идет чистый жду от него видео конечно немного другого формата что он скажет там ему не подходит может быть или что-то не нравится но в целом эта копалка для японских тракторов и на них она работает отлично вес ее примерно 300 килограмм железа здесь много ну в общем звоните заказывайте пишите ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока